Смотрите, сегодня около 15 тысяч первоклассников впервые сели за школьные парты. ДТП в День знаний. По вине лихих подростков едва не погибли дети, возвращавшиеся с торжественной линейки. Известный Московский театр в Бурятии. Более 100 артистов театра имени Вахтангова выступят на бурятской сцене. Здравствуйте! В эфире новости на Первом Альтернативном. На календаре 1 сентября корреспонденты нашей телекомпании и я, Марина Непомничих, готовы рассказать вам о новостях понедельника. Как всегда, начнем выпуск с краткого обзора событий дня. В Бурятии завершилось строительство нового дацана. Храм расположен в Тункинском районе в священном месте Бурхан-Баабей. Строительство дацана было инициировано жителями Тункинского района еще в прошлом году. Само название Бурхан-Баабей означает «Бог-отец». На открытие приехали сотни людей со всей Бурятии. Теперь дацан открыт и для прихожан. В День знаний артисты театра «Кукол» Ульгер организовали для горожан яркое шествие по центральным улицам города. Сказочные персонажи приглашали малышей и их родителей на открытие нового 48-го театрального сезона. Горожане увидели спектакль «Русалочка», а также карнавальная церемония. Порадовать детей в честь праздника решили и сотрудники Управления вневедомственной охраны. Они организовали для школьников культурную программу с выездом в музей их ведомства. Группу семиклашек ознакомили с историей создания службы и ее героями. После чего прошла викторина. Добавлю, что подобные акции с учениками школ службы проводят ежемесячно. И к другим новостям. Сегодня в Бурятии прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этом году за парты сели около 15 тысяч первоклассников, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Первоклассникам 58-й школы повезло больше, чем остальным. Они будут учиться в новом здании. Долгожданную радость жителями микрорайона разделил и глава республики Вячеслав Наговицын. На президентской линейке побывала и наша съемочная группа. Здравствуй, школа! Здравствуй, дорогая! Мы очень сильно скучали по тебе. Сегодня не просто День Знаний. Сегодня день рождения нового учебного года. И сегодня у нас с вами новоселье. Чуть больше полугода кропотливого труда, плюс 100 миллионов рублей и 78-летнее здание превращается в конфетку. На площадке перед школой первоклассники с цветами наперевес ждут свой первый классный час. Сегодня мы радуемся тому, что первые четыре класса начинают свою учебу в этой замечательной школе, которая с помощью и поддержкой руководства 36-й армии была проведена в кратчайшие сроки. И мы сегодня видим, что эта замечательная школа примет снова детей для обучения. Сегодня мы живем в такое время, когда знание – это самый главный инструмент в руках любого молодого человека. На президентской линейке все должно быть на высоте. Даже постелили ковровую дорожку. Первоклассники, в свою очередь, подготовили стихи. Дети пообещали прославить родную школу и поблагодарили всех, кто приложил руку к постройке. И хотя мы только дети, но поверьте, непременно мы еще прославим эти удивительные стены. В прошлом казарма теперь новый корпус 58-й школы расположился в центре военного городка. И так как капитальный ремонт проводился и за счет Министерства обороны, то и находиться образовательное учреждение будет на балансе военных. А вы эту школу передаете? Ну вот как бы тяжело этот вопрос сейчас обсуждать. Почему? Потому что она по центру военного городка. Это отчуждение как сделать? Питачок сделать? Да, да. Ну это просто... Да, это проблема. Это проблема. Техническая проблема. То есть, это КПП проблема? Конечно. Это посередине воинской части. Не городка даже, а воинской части. Это территория воинской части. Около ста первоклассник в новом и старом зданиях начнут учебу в этом году. Всего в школе обучается 310 учеников. Кабинеты обставлены мебелью и специальным оборудованием на полтора миллиона рублей. Баир Цедыпов Алдар Домбаев. Первая. Альтернативная. Однако для некоторых праздник едва не обернулся трагедией. Сразу после торжественной линейки на станции Дивизионной автобус со школьниками попал в дорожно-транспортное происшествие. Прямыми участниками столкновения стал мотоцикл и машина Toyota Vitz. В следующем материале содержатся шокирующие кадры. Просьба убрать от экранов детей и людей с ослабленной психикой. Вой сирены машины медицины катастрофы небольшая группа зевак. Разъезжающиеся с торжественной линейки в 58-й школе стали свидетелями аварии с участием мотоциклиста. Байк с двумя молодыми людьми мчался в сторону школы и на повороте вылетел на встречную полосу. В этот момент в обратном направлении ехала иномарка, за рулем которой сидела беременная женщина. Легковушка пыталась уйти от удара, однако совершить маневр не получилось. Столкновение было такой силой, что мотоцикл разорвало на две части. Водитель мотоцикла получил переломы руки и ноги. Во многом его спас шлем. Молодой человек пояснил, что столкновение произошло по вине пассажира. Сзади, который у меня сидел человек, он меня потянул в бок. И на встречку у нас получилось то, что вытащил. И все, мы ехали по краю. И все, и он получается. Мы ехали 60 километров, 60 с копейками. И все. Сам-то как вообще чувствуешься? Как, как. Сломана нога и рука. Как я себя могу чувствовать? Пассажиру мотоцикла повезло меньше. К нашему приезду парень без движения лежал на асфальте. К моменту приезда скорой он находился в сознании. Глаза открой. На меня, смотри. Рука обогреть. Это рука нормальная? Да. С этой рукой что? А не мнение. От удара часть мотоцикла выбила боковое стекло ехавшего сзади микроавтобуса с детьми. С ними все в порядке, сказала мать одного из школьников. Медицинская помощь понадобилась беременной женщине, водителю Тойоты ВИЦ и мальчику, находившемуся в малолитражке. Он жаловался на боли в спине. Миг и все, и темнота, и все в шоке, и все. Он и ребенок сидит в шоке, третий класс, и я вон не могу, нога не ходит. Она беременная. А вот беременная женщина как вообще чувствует себя? Ну вот как, надо бы обследовать, я, например, волнуюсь за ее состояние. Авария произошла после президентской линейки в 58-й школе. На этом повороте возле учебного заведения зачастую происходит ДТП, хотя назвать его сложным не совсем уместно. Баир Цедыпов, Алдар Домбаев, первая альтернативная. Первое сентября праздник для всех, в том числе и для тех, кто прибыл в нашу республику в качестве гостей. Речь идет о беженцах с Украины. Сегодня в реабилитационном центре Светлой, где сейчас находятся вынужденные переселенцы, прошла линейка, посвященная Дню Знаний. Отмечу, в настоящий момент в пункте временного размещения находится 93 ребенка, из которых 28 школьного возраста. Как прошло первое сентября у тех, кто был вынужден покинуть родину, расскажет Наталья Домбаева. Для них эта линейка оказалась сюрпризом, ведь многие даже не надеялись сегодня на праздник. Ирина Пожарецкая приехала в Бурятию вместе с мужем и двумя детьми. Ее старшему сыну Даниле нынче исполнится 7 лет. Самое время идти в школу. И сегодня для него и еще несколько десятков школьников прозвенел первый звонок, несмотря ни на что. Большое спасибо за первый класс. Мы в этом году идем в первый класс, так получилось. Вот нам устроили праздник такой. На что очень приятно, конечно. И мы думали, что сегодня не будет первый класс. Я просто думала, переживала, мы в поезде сюда ехали. Думаю, будет, не будет первый класс. Но раз и все-таки спасибо большое. Но на этом праздник для детей не закончился. Основатели благотворительного фонда «Рука помощи» Роман Рожбадинов и его единомышленники приехали сегодня к детям, чтобы лично поздравить их с Днем Знаний и протянуть ту самую руку помощи, в которой они так нуждаются. Такая беда, которая их постигла, она не оставила им выбора. То есть они не по своему желанию, они от хорошей жизни к нам приехали. Если к нам люди приехали гостеприимными хозяевами, им тоже дети, они же ни в чем не виноваты. Поэтому мы тоже хотим им уделить немного внимания, потому что никто не застрахован от такой ситуации. В числе подарков для детишек в основном канцелярские принадлежности и, конечно же, игрушки. Отмечу, что для школьников с 1 по 10 класс в пункте временного размещения светлой организована программа для детей. К ним будут приходить учителя с 57-й школы и обучать ребят. Так, несмотря на сложившуюся ситуацию, без образования школьники не останутся. Наталья Домбаева, Александр Хомоганов, Первая Альтернативная. Причина длинной пробки, которая образовалась накануне днем по улице Трубачеева, стала известна благодаря нашему зрителю, который снял на видео дорожно-транспортное происшествие. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля Toyota Premium и Estana. По всей видимости, неправ оказался водитель авто, который неудачно пристроился. Мы благодарим народного репортера Алексея Петрова и еще раз напоминаем. Если вы стали свидетелем какого-либо события и хотите поделиться с жителями республики, приносите видео к нам в редакцию и забирайте заслуженные призы. Воры предпочитают дорогой парфюм. Накануне из магазина L'Etoile, который находится в торговом центре Capital Mall, молодой человек похитил сразу несколько флаконов с духами. Мелкий воришка, по всей видимости, знает толк в ароматах. Он выбирал исключительно дорогие, известные марки, такие как Givenchy и Dior. Похищал он интересным способом, получается, неоднократно переставлял духи. Тем самым, видимо, хотел ввести в заблуждение тех, кто будет в последующем просматривать видеокамеру. И каждое его действие было зафиксировано. В смесь происшествия была изъята видеозапись, на которой конкретно видно, как он совершал данное преступление. Продавцы заметили кражу после того, как сработала система антивор. Но в это время приприимчивый воришка уже успел сбежать. Примета подозреваемого. Мужчина европейской наружности. На вид 25-30 лет, темные волосы, он был одет в синюю футболку и черные брюки. Всем, кто узнал злоумышленника, просьба позвонить в полицию по телефону 02. К нам в редакцию обратился житель поселка Аршан. По его словам, он и его соседи устали мириться с плохими дорогами на своей улице. Виталий Скворцов живет по улице Брестской более 15 лет. Он рассказывает, что за все время к ним на улицу лишь раз заезжал грейдер. Между тем, почти у всех местных жителей есть автомобили. И Виталий не первый, кто тратит немалые деньги на ремонт машины из-за так называемого бездорожья. Я могу со ствола взять, потому что все ремонты, которые здесь стойки, сколько пробивал постоянно. Колеса пробивал, даже острые камни с той стороны, особенно горы торчат. Асфальт кончился, как на ПВЗ. И все, здесь нету дороги, здесь камни одни. Единственная просьба местных жителей, чтобы на их улице разровняли дорогу грейдерам. Мы обязательно отправим этот запрос в контролирующие органы и будем следить, чтобы он не остался без внимания. Если вы столкнулись с несправедливостью и бездействием, звоните к нам в редакцию по телефону 454309. Мы запишем ваше обращение и постараемся вам помочь. Спустя 90 лет театр имени Вахтангова в Бурятии. Легендарный коллектив в составе 100 человек, гастролирующий по всей стране с начала лета, прибыл в нашу республику в рамках второго международного фестиваля национальных театров Алтан-Серге. Культурное мероприятие стартовало сегодня и продлится до 7 сентября. В течение недели именитые вахтанговцы сразу на двух театральных площадках города представят зрителям Улан-Удэ свои лучшие спектакли, среди которых лауреат многочисленных премий Евгений Онегин, хореографический спектакль Анна Каренина, знаменитый дядя Ваня и другие. Мы показываем спектакли так, как это видят зрители в Москве, без всяких скидок на то, что мы на гастролях, здесь можно что-то как-то сделать попроще. Мы для себя таких задач не ставили, поэтому помимо декорации мы с собой привезли то оборудование световое и звуковое, которого, к сожалению, у вас нет, но которое нам будет необходимо для проведения спектаклей. Поэтому сегодня у нас открытие, мы все, естественно, немножко волнуемся, но тем не менее мы абсолютно убеждены в том, что Евгений Онегин останется в ваших сердцах. Нынешний формат, он совершенно другой. Мы пригласили своих коллег и будем учиться, учиться и учиться. Потому что во время семи дней, помимо того, что мы будем каждый вечер лицезреть творчество театра Вахтангова на двух сценах, кроме этого все специалисты, которые приезжают из театров национальных, они будут посещать бесконечное количество круглых столов, семинаров, учебы. По словам организаторов фестиваля, в этом году будет немало сюрпризов. Так, Алтан СРГ пройдет в формате творческой лаборатории, по условиям которой наши артисты, коллектив театра имени Вахтангова, а также гости из других регионов России будут создавать постановки эскизы по определенным пьесам. В течение трех дней, а именно 2, 6 и 7 сентября, на сценах театра Бурдрамы актеры будут ставить новые версии знаменитых спектаклей, которые может посетить любой желающий. Это была последняя информация выпуска. Все новости вы можете посмотреть на нашем сайте. Заходите, комментируйте и делитесь новостями по телефону 45 4309. А я поздравляю вас с праздником, добивайтесь успехов, оставайтесь оптимистами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова